Программа «Наше утро» на телеканале ОТВ продолжается. Анна Шамбадал, Марина Гес и, как говорила Анна, мы поговорим и дадим несколько лайфхаков. Как правильно заснуть, но в этом нам поможет гость, с которым мы сейчас и поговорим. Итак, с нами на связи Константин Пономарёв, врач-психотерапевт. Доброе утро, Константин. Доброе утро. Доброе утро. Вот смотрите, погода в Челябинске, прошу прощения, меняется. И такие качели, они как-то влияют или нет на сон? Они могут влиять, есть такое понимание, как метеочувствительность. И это сугубо такое индивидуальное понятие относится, наверное, к каждому в зависимости от его здоровья, от его состояния. На это влияют и хронические заболевания, на это влияет и психологическое состояние, которое есть. Ну и привязка к погоде. Нет такого понятия, как общее, что погода влияет на настроение. Оно может влиять, если я себе этого позволяю. То есть это психосоматика? Правильно я понимаю? В том числе. В том числе. Вот смотрите, чтобы, допустим, выспаться, да, ну, существует очень много лайфхаков, таких советов хороших, нужно обязательно перед сном не пользоваться гаджетами, вот. И, допустим, ну, понятно, мы, допустим, их не используем. А что делать, если ты проснулся ночью и вот не можешь уснуть? Ну, я бы здесь смотрел причину и искал бы как раз-таки тот фактор, который вызывает это просыпание. Это может быть или какие-то резкие звуки, это может быть что-то неудобное в кровати, это может быть, ну, физическое состояние вокруг, которое мешает тому, чтобы сон продолжался. Или же это какой-то психологический момент в самом здоровье, который позволяет вот как раз-таки проснуться. Да, здесь необходимо вот вычленять, смотреть и уже работать с этим. Ну, а хорошо, а что делать? Начинать тогда вес считать, что делать тогда в данном случае? Здесь рекомендация какая? Она такая же, как и при засыпании. Если 15-20, ну, до получаса, если не получается опять заснуть, то намного эффективнее встать, проснуться и заняться каким-нибудь панатонным делом. Это может быть уборка по дому, это может быть мытье посуды. В 4 часа ночи пылесос. Ну, желательно окружению не доставлять неудобства. Вот, занятием заняться для того, чтобы как раз-таки организм опять включился в монотонную работу. И это позволяет еще раз заснуть, если получится устать, так можно сказать. Константин, скажите, пожалуйста, а как-то, может быть, дневные факторы какие-то влияют на то, что человек просыпается ночью? Может быть, можно что-то днем как-то сделать, чтобы ночь проводить в спокойствии? Конечно. Есть ряд критериев или таких лайфхаков, как вы уже некоторые из них называли, которые способствуют тому, чтобы сон был адекватным. Во-первых, всегда нужно засыпать и просыпаться в одно и то же самое время. И если не получается, то вести некий дневник для того, чтобы за этим наблюдать. Кроме этого, в течение дня какие-то стрессовые ситуации или психологические ситуации, которые влияют на психологическое состояние, их тоже необходимо исключить. Если они же все же есть, то необходимо в этом разбираться. А разбираться именно в своей голове, в своих мыслях для того, чтобы они не тянули, так можно сказать, за собой. А вы же еще знаете? А вот еще говорят, что нужно ложиться в соответствии спать со своим хронотипом. А что делать, если ты, допустим, сова, то есть не можешь долго уснуть, а утром на работу тебе как жаворонку вставать приходится? Ну, здесь, наверное, не стоит забывать, что хронотип у нас появляется, и мы его сами создаем, а не он с нами всю жизнь присутствует. Поэтому здесь адаптация, и здесь то, как я привык, да, и то, как я в какое время засыпаю, в какое время просыпаюсь, да, и могу сказать, что рано или поздно вы адаптируетесь к измененным обстоятельствам. Если сейчас не получается, да, то по максимуму следить за качеством самого сна. Ну и мы нашим телезрителям обещали рассказать какие-то лайфхаки, как засыпать, что нужно делать, ставить музыку какую-нибудь, или, может быть, ритуал ночной придумать вечерний. Их на самом деле много. Он стоит начать, наверное, с физических факторов, которые нас окружают. Это температура окружающая. Необходимо засыпать при 16-18 градусах, а просыпаться при 18-21 градусах. Кроме этого, необходимо следить за уровнем влажности, который есть на момент засыпания и просыпания. Здесь необходимо, это, например, для России очень так характерно, что менее 45 градусов влажности в комнате. Вот, покупаем гигрометр или смотрим датчики, и, ну, летом более-менее проще с этим. Но влажность должна быть минимум 45% для засыпания. Также это, так, ну, за давлением мы не можем следить, но зато ветер, допустим, или это свежий воздух, который необходимо запускать в комнату перед засыпанием, это отличная вещь. Она способствует тому, чтобы организм дышал. Кроме этого, это ортопедическая подушка, которая поддерживает шею и способствует тому, чтобы кровоснабжение было адекватно головному мозгу. И удобное постельное белье, оно должно быть не шелковым, оно должно быть дышащим. Стакан воды, кстати говоря, перед сном, это отличный лайфхак, который помогает как и засыпать, так и просыпаться. Среди ночи. А вот скажите, пожалуйста, еще, Константин, вот такой вопрос. А сколько нужно спать, чтобы выспаться? Потому что некоторые рекомендуют спать либо четное количество часов, либо нечетное. Вот сколько нужно спать? Три, пять, семь? Это индивидуальный уже такой критерий. Есть общее понимание, что от шести до восьми часов это минимум для каждого человека, который необходим для сна. Потому что каждый по-разному выстраивает свой режим дня, и некоторые днем спят, но здесь рекомендация не более полутора часов днем вообще спать. Оптимально 15-25 минут, если хочется поспать днем. Поэтому в районе семи часов в среднем лучше восемь. Ну а если говорить еще про сон, то есть такое понятие, как сонный паралич. Что это такое и насколько это опасно для человека? Ну, с сонным параличом встречаются процентов 7, наверное, людей, в принципе. И в этом ничего страшного нету. Каждый из нас в течение жизни может столкнуться с таким, можно сказать, заболеванием или отклонением. Это сбой в работе организма, когда еще фаза быстрого сна и фаза медленного сна, они же сменяются ночью. И организм иногда сбоит. И этот сбой, он накладывается на то, что я вроде в сознании, но при этом я не могу двигаться, когда у меня полностью мышцы в паралите, так можно сказать. Но при этом я ощущаю присутствие кого-то, когда давит на тело кто-то или что-то. И возникает паника, которая усугубляет это состояние. И поэтому для некоторых и для многих оно страшное. И здесь важно не паниковать. Понимать, что оно в любом случае пройдет. И оно длится обычно до нескольких минут. У некоторых это несколько секунд при просыпании или при засыпании. Поэтому если оно присутствует в жизни и оно повторяется, то необходимо консультироваться со специалистом для того, чтобы выявить причину. Причины могут быть совершенно разные. От психостимуляторов до физических стимуляторов, которые есть в течение дня и которые влияют на это. Или сбой в режиме самого сна. Здесь необходимо смотреть специалистам. Если же они единичные случаи и они были когда-то, то просто знать, что оно у меня было. Вот оно у меня присутствовало. Если оно не повторяется, то ничего страшного в этом нет. Третий вопрос. Если рядом с тобой человек, вот у него как раз ты чувствуешь, что такой сонный паралич, то его лучше разбудить? А этот человек, у которого сонный паралич, он уже пробужден. Вот, ему просто необходимо некоторое время для того, чтобы проснуться окончательно. Вот. И здесь не усугублять панику, наверное, не бегать вокруг. А что случилось, что случилось, что человеку сделать только хуже. Наверное, стоит, наверное, обнять, поцеловать, погладить. И успокоить. И успокоить. Ой, спасибо большое. Вот на этой прекрасной ноте мы заканчиваем с вами беседу. А я напомню, что мы беседовали с Константином Пономаревым, врачом-психотерапевтом. Мы желаем вам хорошего сна. Ну а пока пора просыпаться, потому что рабочий день в самом разгаре, друзья. И предлагаем посмотреть, что же нам сегодня синоптики советуют, какой будет прогноз погоды, холодно, а может быть солнышко выйдет. Все мы узнаем в нашей рубрике. Продолжение следует...